Приветствую вас! Первая рекомендация будет касаться таких весьма поверхностных вещей, например, значит, концентрации на себе внимания, значит, получения новых впечатлений, вот. Как можно больше уставать, как можно больше получать каких-то вот сигналов извне, как можно больше получать внимание общества, энергии других людей, если угодно, вот, значит, и, соответственно, всё это будет постепенно-постепенно обесценивать то, что у вас произошло. Вот это вот прям такая, знаете, скорая помощь, то, что вот прямо нужно делать вот прям всегда и, ну, прямо вот в любом случае это прямо нужно будет вам делать. Вот. Вторая рекомендация, она будет такой более уже, наверное, глубокой, она касается того, какие у вас мысли возникают или возникли в результате того, что ваш мужчина вас бросил. То есть вы считаете, что он это сделал, ну, я не знаю, ну, например, из-за вас. То есть вы считаете, что он это сделал из-за того, что вы что-то не так, ну, там, поступили, совершили, сделали и так далее. Или вы считаете, что все могло быть иначе, все могло быть по-другому, да? То есть такие вот мысли негативные у вас. Или лучше сказать депрессивные. То есть все, человек от меня ушел, я плохая, я недостойные отношения, ну, и так далее, так далее, так далее. Вот. В этом случае, в этой ситуации, опять же, нужно понимать, да, что необходимо определить природу этих мыслей. Мысли, они, эти, не ваши. Мысли, они вообще, вообще-то говоря, они, скорее всего, вашими родительскими фигурами продиктованы. То есть, которые говорили вам в этом случае в детстве, что вы вот та самая неправильная, и так далее, и так далее, и так далее. И, то самое интересное, в этом случае вы подсознательно стремитесь к тому, чтобы обрадать ожидания своих родителей, действительно, когда в таком положении. Потому что, на, опять же, подсознательном уровне вы стремитесь быть именно близкой именно с родителями. Вот. И, соответственно, соответственно, будете делать все, чтобы достичь такой вот близости именно с ними. Ну, с родителями. Вот. То есть, ситуация здесь вот такого типа. То есть, если мысли, то почему, из-за чего, откуда идёт проецирование, да, то есть, с чем связано проецирование. Ну, вот это, видимо, если есть какие-то негативные мысли, значит, они, скорее всего, они с вами были, ну, как минимум, всегда. То есть, они, они не, ну, как сказать, они не, они не исчезли, вот, ну, как бы, в одночасье, да, и в одночасье они не появились, эти мысли, они с вами были. И, если эти мысли с вами были, то, скорее всего, они вас постоянно гложат. И, в данном случае, мужчина, расставание с ним послужило, нечемным, как, триггером для того, чтобы эти мысли вновь заняли своё место. И, возможно, мужчина для того вам и был нужен, чтобы вы не чувствовали в себе этих мыслей. То есть, чтобы вы не ощущали их. Мужчина ушёл, соответственно, мысли появились, всё вам плохо. Вот. И мы постепенно переходим в следующую сферу, это сфера потребностей. То есть, нужно понять вам, чего вы лишились после ухода мужчины, то есть, что вы потеряли, в чём вы нуждались. Вот. И, соответственно, без чего вы теперь находите. И нужно подумать, что это и как это самостоятельно получить. Вот. И потом просто-напросто приучать себя к определённого рода дисциплине, чтобы, значит, ну, это стало привычкой для вас действовать вот в определённом ключе, приучая себя к тому, чтобы, значит, самостоятельно добиваться того, через чего вы, ну, хотели бы того, что вам, собственно говоря, нужно. Вот. Это к вопросу о потребностях. То есть, потребности, опять же, свои нужно увидеть и так далее. Далее. Это самооценка. Да? То есть, самооценка – это относится отчасти к родительским, так скажем, сигналам. Но, на самом деле, это, может быть, и не связано с родителями. Вот. Потому что, ну, например, вы никогда не знали неудач, никогда не знали поражений. И вот внезапно вдруг это случилось, вас мужчина бросил, соответственно, вы думаете, как, как так, меня никто не бросал. А тут вдруг раз и бросили, может быть, проблема во мне. Вот. И здесь, на самом деле, очень важно понять, что мужчина, он вас разорвал отношения, ну, как бы, он разорвал отношения не с вами, да? То есть, не вы, не вы виноваты. В этом не вы несете ответственность за это, а несет ответственность за это, скорее всего, только мужчина. И он это сделал потому, что ему самому стало некомфортно, ему самому стало не очень удобно с вами. Но, опять же, дело здесь не вас. То есть, если даже вы поменялись, поменялись, если вы поменяли свое поведение, то 50% ответственности лежит на нем. И вот об этой половине ответственности люди, к сожалению, склонны забывать. То есть, то есть, то, что с вами происходит, то, что с вами произошло, это результат ваших действий. Понимаете? И результат действий мужчины. И либо вы этого хотели, но не можете себе в этом признаться, либо он этого хотел и не может себе в этом признаться. Случайности не бывают. Отношения не могут распасться по случайности. Смотрите, случайно они расстались, случайно они развелись, такого не бывает. Поэтому, если это произошло, значит, на этом были основания, либо у вас, либо у него, либо у обоих. И чем быстрее вы эти основания поймёте, тем лучше будет для вас. Иногда бывает такая ситуация, что мужчина понимает, что не дотягивает до женщины. То есть, мужчина понимает, что он не справится, мужчина начинает бояться, трусить, перестаёт чувствовать себя мужчиной, ну и вообще теряет сон, спокойствие, половое влечение и всё на свете. И в этом случае он тоже может порвать отношения. То есть, сперва нужно сесть и спокойно всё проанализировать. Вот где вы, какую роль вы во всём этом сыграли, какую роль вы играли в отношениях с самого начала, и где мужчина. Какую роль мужчина играл с самого начала. Вот. И, соответственно, когда эти роли будут определены, когда будет понятно, что сделали возможным эти роли, то есть, что они обусловили, вот, откроется масса интересного. Например, если мужчина взял на себя роль такого активного авторитарного партнёра, то нет ничего удивительного, что он вот принял решение уйти, потому что что-то нарушило его гордость, его мнимое, значит, чувство, что он должен быть главным, и что он, ну я не знаю, что он всегда, например, будет главным. Вот. Вот что-то нарушило его чувство, его чувство вот это вот, и всё, и он уже, он уже обиделся, он уже с нами расстался, и всё. И, понимаете, вы здесь поделать, в общем, ничего не можете, потому что это человек такой, и роль у него такая. Вот, ну, изначально у него такая роль была, и это вопрос только времени, например, был, что он, ну вот, так себя поведёл. Другое дело, что вы этого мужчину приняли, другое дело, что вы позволили ему быть с вами, вот, это очень другое вопрос. Потому что это и есть та самая половина вашей ответственности, которая есть у вас, и которую именно вам нужно разобрать как следует, вот. Потому что без этого, ну, будет достаточно сложно понять, вот, и так далее. И последний момент. Последний момент. Понимаете, когда человек не может, вот, как вы говорите, я не могу жить, да, не могу, как мне, как жить после разрыва отношений. Это означает непринятие решений. То есть, снято решение. Нужно, чтобы вы приняли решение. Нужно, чтобы вы приняли решение для себя идти дальше. То есть, как бы мысленно сказали себе всё, эти отношения завершились, я иду дальше. До тех пор, пока вы не хотите принимать реальность, то есть, не хотите принимать то, что вы больше не с мужчиной, да, вы будете страдать, вы будете мучиться. И правда заключается в том, что вас что-то заставляет не принимать эту реальность новую. И это что-то не относится к мужчине. Абсолютно. Это только ваше. Потому что, смотрите, ну, вот вы его любите, например, если вы его любите, то вы же понимаете, что любовь это, ну, желание сделать человека счастливым. Наверное. То есть, если мужчина с вами расстается, значит, он с вами не счастлив. Значит, без вас он будет более счастлив. И вы, по идее, должны быть рады, что он счастлив. Но вы не рады, вам плохо. Значит, у вас личная заинтересованность. Если у вас личная заинтересованность, значит, это ваше желание. Возможно, ожидание. И вот это всё вы возлагали на своего мужчину. Которому, может быть, это не нравилось. Который, может быть, считал, считал, что вы чересчур много от него ждёте. Который, может быть, думал и думает, что он вообще, там, немножко другой. Ему хочется другого. И вообще он постоянно испытывает давление на себя. Понимаете? Вот. То есть, посмотрите на ситуацию так, как она есть. Вы переживаете? Переживаете. Это какая грусть? Светлая или тёмная разрушающая? Светлая грусть, это нормально. То есть, нормально грустить, когда ты настаёшься с любимым человеком, который уходит к своему счастью. Это нормально. Грустить, это нормально. Но, грустить и жить дальше, это одно. А грустить и застревать в ситуации, это другое. Понимаете? Ну, вот, например, когда, допустим, ну, столетняя бабочка, например, да, она умирает, как бы, по ней грустят. Действительно грустить. Хотя все знают, что она умрёт. Все знают, что она уже умирала. Она сама хотела умереть. Она сама хотела умереть. Знаете? Ну, все знали, что она умрёт. Все были к этому готовы. Вот. Но, во-первых, смерть, это всегда неожиданно. И, во-вторых, всё равно, это человек, которого все любили и который учил. И он заслуживает того, чтобы по нему грустить. Он заслуживает того, чтобы его помнить. И вопрос заключается, на самом деле, в том, что мешает вам грустить, как бы, светло. Что мешает вам помнить этого человека? Благодарить его за то, что он вам, там, ну, дал, за то, что он вам подарил, за то, что он вам позволил быть, там, ну, счастливым и так далее. Что мешает? Какие потребности, какие установки, какие взгляды, какие мысли? Вот об этом подумайте. Потому что, ну, если вы изначально в отношениях были, ну, например, независимые. Если вы изначально были в отношениях свободные, ну, относительно, занимали роль, которая вам нравилась, в этой роли чувствовали себя хозяйкой, да, то есть это было свободное решение ваше, что, ну, разошлись люди, такое бывает. Почему вы относитесь к этому не по-зрослому в данном случае? Ещё раз повторю, грусть это нормально. Грустить можно и нужно. Человек заслуживает того, чтобы по нему грустили. Но грусть это светло, а не такая, как у вас, понимаете? И вот подумайте об этом. Подумайте на эти темы. Подумайте вот с этой точки зрения. Подумайте. Ну, и в данном случае разрывы – это травма, и, естественно, вам нужна психологическая поддержка, поэтому я полагаю, что правильно будет, если вы, значит, обратитесь к психологу, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе и с ним поработать. Хотя бы там несколько консультаций, чтобы в это вот самое тяжёлое время помочь вам преодолеть. Вот. То есть что-то лучше понять в себе, что-то лучше понять в нём, вот. Ну, вообще лучше в себе. Ну, это всё. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok